Гаспарян, год с момента ареста Вышинского показал очень многое Радио Спотник Гаспарян, год с момента ареста Вышинского показал очень многое 13.6 РИА Новости Алексей Куденко Акция в поддержку Кирилла Вышинского у здания посольства Украины в Москве 15 мая 2019 РИА Новости Алексей Куденко в Москве прошла акция в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного украинскими властями. Один из участников акции «Публицист», историк Армен Гаспарян в эфире радио «Спутник» прокомментировал ситуацию вокруг ареста журналиста. 24 апреля, 16.25 Москалькова, Вышинский сегодня является символом уполномоченной по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала в эфире радио «Спутник», какой реакции на дело Вышинского она ждет от мирового сообщества. У здания украинского посольства в Москве прошла акция в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. На пикет пришли около 200 человек, они скандировали лозунг волю Кириллу Вышинскому. Участники акции держали баннеры и транспаранты, один из которых, длиной 365 сантиметров, символизировал каждый день, проведенный Вышинским в заключении. В пикете принял участие генеральный директор МИА «Россия» сегодня Дмитрий Киселев. «Эти акции очень важны, мы отправляем Кириллу мониторинг всех акций. Он очень ценит вашу поддержку. Мы не успокоимся, пока Кирилл не окажется на воле», сказал он. В эфире радио «Спотник». Журналист, публицист, историк, автор и ведущий радиопрограммы «Теория заблуждения» Армин Гаспарян прокомментировал ситуацию вокруг ареста Кирилла Вышинского. «Прошел равно год, как украинские власти под совершенно надуманным, фальсифицированным предлогом бросили в тюрьму нашего коллегу, нашего друга, журналиста Кирилла Вышинского. Год, с точки зрения жизни обычного человека, это, наверное, очень мало, а с точки зрения того, что произошло с Кириллом, это очень много. Этот год включил в себя и невероятное равнодушие европейских структур к этой проблеме, и игнорирование Украины этой проблемы. В том числе даже на президентских выборах ничего по этому поводу не прозвучало. Но год вместил в себя и нашу солидарность с Кириллом. И вот сегодня у посольства Украины прошла очередная акция», — сказал Армин Гаспарян. Он уверен, что рано или поздно Кирилл Вышинский будет на свободе. «Мне кажется, что дело Кирилла уже даже в чем-то сродни, наверное, знаменитому процессу над Георгием Димитровым в гитлеровской Германии. Потому что то, с каким достоинством все это время держится Кирилл Вышинский, это во многом пример нравственности и духовной частоты. Несмотря на то, что это очень громкие слова, и, может быть, сам Кирилл в свойственной ему манере в ответ на них лишь поулыбался бы. Но между тем, на мой взгляд, это именно так. И я абсолютно убежден, что рано или поздно Кирилл будет на свободе. И мало того. Поменяется местами с теми людьми, которые его бросили в тюрьму. Вот это будет торжество справедливости», — заключил Армин Гаспарян. 24 апреля, 12.15 секретарь СЖР о письме Зеленскому, «Надеемся на освобождение Вышинского». Российские журналисты попросили Владимира Зеленского помочь освободить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. В эфире радио «Спотник». Ситуацию пояснил секретарь Союза журналистов России, телеведущий Анатолий Кузычев. Руководителя портала РИА Новости Украина задержали в Киеве равно год назад, 15 мая 2018-го. Его обвиняют в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грози до 15 лет лишения свободы. Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, отметив, что Вышинского арестовали за его прямую профессиональную деятельность. Обеспокоенность выражал и генсек ОБСЕ Томас Грименгер, который напомнил, что все страны члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дизир, со своей стороны, призвал украинские власти поддержать ценности свободы выражения мнений и немедленно освободить Вышинского. 22 января, 13.51 секретарь Союза журналистов России, дело Вышинского изобилует потасовками. Следственный комитет РФ завел дело против сотрудника СБУ, ведущего следствия по Кириллу Вышинскому. В эфире радио «Спотник». Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной Федерации журналистов Тимур Шафир прокомментировал ситуацию.